Добрый день! Сегодня я хочу рассказать, как устранить неприятный запах изо рта. Его устранить легко и просто, если мы знаем причину. Если запах изо рта связан с заболеванием ротовой полости, носоглотки, с сахарным диабетом, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, нужно идти к врачу и лечиться. Но бывает, возникает запах изо рта, от лука, чеснок пахнет, сигарета выкуренная. То есть такие элементарные запахи здорового человека. Эти запахи устраняются очень быстро, 100%. Я вам скажу, что можно принять в таком случае. Первое. Это зубная паста. Все знают, для чего она зубная паста. Второе. Перекись водорода. Прекраснейшее средство. Перекись водорода 3%. 3-5 ложек на стакан воды, 2-3 кратное полоскание в течение дня. У вас избавит от запаха изо рта. Универсальное средство. Это мускатный орех. Это прекраснейшее средство. Буквально грамм, полграмма кладем в рот, жуем в течение 10-15 минут. И запах уйдет сам по себе. Мы его не будем. Естественно, что вы разжевали, сплюнуть салфеточку и выбросить. Грецкий орех. 2-3 грецких ореха. Жуем в течение 10-15 минут. И потом тоже сплюем салфеточку. Прекраснейшее средство. Это кардамон. 3-4 зернышка. Достаточно для того, чтобы убрать запахи. 3-4 зернышка разжевываете. И можете держать во рту и 10, и 15 минут. Прекрасно. Просто чудесно. Запах уйдет, поверьте мне. Цедра лимона. Или долечка лимона. Посыпанная сахаром. Устраняет табачный дым. То есть после сигаретки, после того, на время табачный дым уйдет, и изо рта не будет пахнуть. Но бывает запах изо рта еще связан не с продуктами, не с веществами, а с тем, что длительный перерыв между употреблением пищи. И вот чтобы этот запах убрать, ешьте яблочки. Конечно, есть много там. И морковь, и сельдерей, и петрушка. Ну не будем же мы носить все эти овощи у себя в сумке, куда мы идем, правильно? Но в сумочку можно всегда бросить тот же мускатный орешек, или 10-15 зерна шакардамона, или жмельничку в гвоздичке. Закрыть вот такой баночкой, емкость, или бутылочку, что вы хотите. Она даже видит, что так вот пикантненько будет. Бросить в сумочку, и пусть она себе лежит и ждет своего часа. Может, когда-нибудь пригодится. Вот, это все то, что я хотела сказать. Это продукты натуральные. От них вреда не будет никакого. Никакого, абсолютно. И 100% они помогают. Хочу немножко еще сказать о жевательных резинках. Значит, нежелательно их... Конечно, мы все жуем эти резиночки. Желательно без сахара, чтобы они были. Но если жевательная резиночка, то мята усугубляет запах чеснока. Это нужно знать. Если мы чесночок запусим мятой, то запах будет для врагов приятен. В конце хочу сказать. Правильно питайтесь. Ведите здоровый образ жизни. И свежее дыхание вам обеспечено. Всего вам доброго, дорогие мои. Продолжение следует...